Всем привет дорогие друзья! Ну что, как сказал Остап Бендер в романе «Золотой теленок» Танис Чарльз Тонн У моей девочки есть одна маленькая штучка Вот у московского Спартака как у той девочки есть тоже одна маленькая штучка Она называется «Просак» Это достояние между вареником и попой Да, дорогие друзья? У нас превратилось это, он отсутствует У нас там все срослось как у портовой проститутки из Гамбурга И вот у нас вот эта вот наша, так сказать знаменитая защита Ну и показала, насколько колоссальная разница просто пропасть пропасть между подосновой и, конечно, основой Потому что после счета 4-3 в пользу Барсиков когда появились три игрока основы Мартинс Ну я Гребчука уже считаю игроком основы Забегая вперед, он здорово сыграл Ну готовый игрок основы Лучший Денисова и Хлусевича Еще, так сказать, он не совсем в тонусе Мартин Ну и Промис, конечно, вышел Промис, который не тот Он даже не тот Тот, который Пятый решающий гол Когда этот Гацук уже устал Просто наелся, мамы не горю Конечно, он потирал Настолько замотали У него голова уже кругом кружилась Головокружение у него, понимаете, друзья Вот так палец надо смотреть, да Игрок Нижнего Новгорода Когда Промис бил в Дальний Угру в пустые Пытался даже мяч там Как в свое время Тихонов Что-то выводить А то Промис чисто в угол был Вот вам Промис Вот вам Квинси Антон Промис Вышли там на 20 минут Репчук, еще раз занудно повторюсь Основу Репчук Промис, Мартинс, видите И сделали игру Ну а пропасти вот это Просто между подосновой Конечно, потому что пропускать 4 гола От Барсиков на своем поле На открытии арены Я не знаю там У меня просто в голове не укладывается, конечно И показано, что основная пара Вот там Джики, там Литва Ну конечно, Джики и Литва Конечно, это основа Которую должны играть Ну и Хлусевич, конечно Все те 4 гола в чемпионате Он причастен Сегодня Первый гол Саримановым Причастен Пенальти он причастен Рукой там совершенно четко У Зиньковского отняли гол Ну еще там 2 В общем все Конечно, Хлусевич там Первый кандидат Я считаю на банку Там, а не Денисов Хотя Денисов тоже Пусть там в Лацио В Болоне продают Сейчас выходит, конечно Репчук Хотя его надо с Уралом Уже в основу ставить Я не знаю там Это чистая основа Хотя сегодня Даже в Заяске не было у нас Пингвина нашего Вот этого Соболева не было Там, кого еще там Литвы не было Денисова, да Ну вот так вот, друзья Вот такая вот разница С другой стороны Опять же бразильская, да Мы же объем Сколько захотим А вы сколько сможете И наши пятые двадцатники Банкоматчики Который тайм уже Которую игру И с Балтика И с Оренбургом И с Краснодаром на кубок И в недавнем матче с Рубином Второй тайм забывают Выйти из раздевалки Просто тут прощали А тут нет Трешечку отгрузили Трешку как Этому Твенти Как помните Гопарик говорил Вот Твенти Трешку отгрузили Вот эти вот Ну и Свинов конечно Я второй раз его смотрю Те игры за факел Они считают Совсем другая оборона Другая команда Видел его Спартак 2 с нефтехимиком Да 4-0 Кто-то 4 съел Вот таких же точно Вот А надо Свинов Посмотреть Он Свинов-то хороший Что-то на него дед Он хороший Руи Витория хороший Мы игроков не купили Свинов хороший Вот четверочку Мы открузили Свинову Вообще ничего Чем он лучше Чем Пингвин Или чем Селя Да такой же точно Я много раз говорил Все Пусть Пингвин будет Пингвин Селя Где-то Мята За счет опыта Может что-нибудь Селя поймал бы Сегодня Или Пингвин Он просто такой же Как этот Вратарий У Нижнего Новгорода Но это совсем Другой уровень Друзья Вот его Рыжий посмотрел Что из себя представляет Вот Рыжий теперь увидел Что значит Под основу Наша Конечно Даже нельзя сказать Что она там Ну Ну Потрясет Вроде на равных С Барсиком С командой РПЛ Конечно Да Но то что у Барсиков Не залетело Все в РПЛ Так бывает Друзья Все залетело Сегодня Все залетело А наши Как всегда эти Дуарты Черновы Вот их уровень Друзья Вот их уровень Еще раз Занудно Вот Джики И Литва А вот наш Гуарани И Щерц Вот тебе сравните И крайне защитить Карлсон Который живет На крыше И ловит Филиру Лихнусь Я ведь дядю Вачу Тудебекин Ну С другой стороны Стал ловить филиру Это гол такой Ну хороший забил Гол Пруцов Гол хороший Но опять же Они все легковесные Их не хватает Потому что В опорной зоне Нужен Мартинс Мой любимый негр На перевес Да вот Мартинс Там Промес вышел Да Зобов сразу Смотрите как Зобов вышел Четырехжильный Понятно что он там У Гопаря за сбор Сразу Зобов Проходы Туда Промес Они как Втроем Аж закрутили Промес с этим Бангонда вышел Наш Бинго-бонго Они как видите там Опять эти все подачи Вот это все Вы просто великолепны Да Ну понятно что Берегли Куралу Куралу важнейший матч Конечно важнейший Это супер важнейший матч И Хотя Наши ребята Сегодня основу сыграли Там по 20 минут Промес Зобнин и Мартинс Ну ничего думаю Восстановится Конечно они бы После такого Изматывающей игры С Нижним Новгородом Они бы не выдержали Конечно играть Так Ну понятно Вот потому что Урал-то Ротацию произвел В общем-то Так сказать Не совсем основы Сыграл сегодня Против Ростова И Урала Игра тоже Как бы получается Тоже Ну все равно Промежуток Они на своем поле А Спартаку надо лететь Тут уже времени нет На восстановление И ничего Ну а в целом Конечно такие матчи Любят болельщики Интересная игра Там красивые голы Даже Милешин Видите Забил И все Ну Игнатов просто Ну что я могу сказать Все знаете Еще Игнатова Как люблю Как в штанах Да Выделение Да Но тем не менее Что я могу сказать Тут уже не бриджи Это уже какие-то треники А сам видшими коленками Ну просто Как сегодня сыграл Вот этот вот Гол как Он с левой ноги Опять забивает С левой Друзья Он же правша Обратите внимание Гол В предыдущем туре Рубина На чемпионат С левой Опять с левой ноги Как он в угол попал Да Вот это И сегодня Просто Ну великолепно отыграл Его не заменили Даже Я уже даже не знаю Там что Мозес уже там Выйдет Или никак уже Здорово просто И там И Медина Ну может Медина Дальше его так сказать Заменили И там И Зиньковский Но Зиньковский Гол великолепный Это спасибо Хлусевичу Что отняли там То есть Такое обилие игроков Так сказать Вот эта Атакующая зона Там глаза разбегаются Кого убивать Это великолепный выбор Но с другой стороны В защите конечно Татара Пруцов Они конечно не тянут Ни Татара Ни Пруцов Ни вот эти все наши другие Вот Ни Свинов Ни этот самый Ни Гуара Ни Щерц Ни Карлсона И Ни Студебеки Никто они не тянут Понятно дорогие Хотя Студебеки Единственная Треть основа Если они вышли Все-таки матчи Приятно смотреть Я давно не помню Таких игр Когда уже Вот таких Даже наверное Во времена Чемпионата СССР Споминаются Такие матчи Только вот были Вот Но сейчас такая игра С таким обилием Туда вот С таким Интересно И вроде как бы Спартак И сильнее моментов Столько огромных Ну и у этого Было только моментов У Нижнего Новгорода Столько было Вот Моментов Но опять же По бразильской системе Да друзья Сколько захотели Столько забили А вы сколько смогли Типа да И физически наши Готовы отмены Просто измотали Га Цюкар Язык на плечо повесил Уже когда там Промет Просто видно Мышцы свело И он Я не знаю Просто не мог уже Не мог уже бегать Ну Все равно Какое-то я считаю Преимущество Урала Есть Потому что они Конечно Ведут посвежее Но опять наши Друзья Вот это Моральный Психологический фактор Да там Ошибок масса Там Свинов там Ужасные Все там Защитники Ужасные Гуарани Еще раз Мышей не ловят Вообще там На бенч Кожаные корты Там Игнатов Расцвел Ну это вообще Просто Неужели Неужели Вот Я прям боюсь Даже сглазить Неужели Вот ему нужно было 5-6 лет Чтобы так вот Раскачаться Поднять физику Какую-то Поднять мотивацию Это Все для меня Просто удивительно Да друзья Что хотел сказать В моральном плане Да В моральном плане Вот это вот Пятая победа Подряд Если было по пинате Это очень Очень Поверьте мне За много лет Что тут 60 лет Вот это игроков Очень моральный план Влетит Что они выиграли Опять Понимаете Там 5 Пусть 4 пропустили Там Рыжим ставят Там сейчас Вот Но в моральном То есть они выходят На кураже На подъеме Да Там Урал выйдет Конечно в пятницу Лучший матч сезон Приведет Там назначили Снимайся Вообще Урал в большом Конечно вообще там Не решала Ничего Давайте там Какая игра Тяжелый очень будет матч И не надо заглядывать Вперед Зениту Сейчас Урал там На повестке дня Какой там будет Зенит Еще 2 недели Вот А после тем Конечно Водушевины ребят Что вот такую игру Казалось бы Да легко складывается А тут пропустили Тут опять Переломили все таки И конечно Я не думаю Рыжий конечно Не собирался Ни Мартинса Ни Промиса Ни Зобу выпускать Вот Ну может Рябчука Собирался да И они все вышли Какой форме Видно команды Физической И под основу Тоже видно Физическую форму Но под основу Она такая вот Еле-еле троечка С минусом Как говорила моя Старушка математичка Марья Ивановна Да когда В 10 классе А когда я в институт Поступил один 10 класса И сдал обе математики На пятерку Она чуть с ума не сошла Но это не важно Так это рефреном Отступление Вот Поэтому это вот это Еле-еле троечка С минусом Вот это и под основой Да А с другой стороны Пусть они на кубок Так и уходят Играют с Динамо Там где-то с Краснодаром С этими С Барсиком Видите И Барсик Сколько не могли обыграть Смотри Барсик 0-0 Вот весной Помню С хильками Там два раза Что-то выиграл Или ничего Тререво Барсик А сейчас Барсик Такой он И в конце Подошел уже к судье Думал что-то будет Показал что время Но там судья переиграл 15 секунд Дал атаку довести Нормально этот Судья отсудил Этот Лейтенант Саганенок Помните на Брайтинг Бич И тот дожди Который в колпаки Там играл Нормально отсудил В общем-то Вар это там По делу Действительно Это отбивалось Сыграл Хрусевич Отняли гол Такое Нормально все было Ничего не скажет И карточки давал играть И так пойдет Дальше Может быть Выйдет Нормальный судья Хватит уже этих Кукуляков Кукуянов Кукукукукукукукукукуреков Да Вот Так что в целом Конечно игра на одном дыхании Интересно Вот И на стадионе По телевизору Смотрится И поругаешь Наших банкоматчиков Пятого и двадцатикой В то же время рады Когда вышли Вообще там На половине их зажали Могли и шестой И седьмой Ну опять же говорю У нижнего Это момент Тоже столько было Они вот Ну и с раздевалочки Забываем Забываем выходить Не только под основу касается Но основу тоже забываем Из раздевалочки Выходить Вот на что нужно Рыжим обратить внимание Чтобы из раздевалочки Выходили уже Чтобы уже Там стоял футилок Горел Горел что боже Чтобы они так вот Вальяжно на легком дамском Вот Потому что футбол Не прощают После первой таймы Где-то поцеловали Д3-1 Да мы сейчас Это там Сейчас выйдем Вот сразу моментально Потому что Нижнего Новгорода Все что не залетело Еще раз занудно Опять у них залетело Должна когда-то была По теории вероятность Что-то залететь Вот у них пошло Сейчас вот Так что вот как-то так Но все равно Целые приятные впечатления Об игре Смотря на то Что пропустили Такой лихой футбол Девять голов Такие Голы красивые Игнатов великолепно Промесл Отлично Маркин Какой в бешеной форме Зобни вообще Видно уже там Раминочка все заблокировала Инстаграм и фоточки Зобов уходит там Обводит Я не знаю Просто там Рабон и Зидан Разворачивает Что вытворяет Игнатов как играет Уже ну не знаю там Конечно не Титов Но уже какие-то такие проблески Полутитовские там И треники С обвисшими коленами Уже четко Маечка-алкоголичка Треники с обвисшими коленами Уже конечно не в коротких штанишках Вот И молодцы Даже ребята Несмотря на это Переломили Забили там Вот И И самое главное Там ну кубок такой Шесть очков Там группа Три команды выходит Опять же Морально Вот это все Вот это вот Пятая победа подряд Вот это все конечно на климате Когда ребята выходят на матч Там будь то С Уралом в Екатеринбурге Ломом под поясом С Гришем Ивановым Что с Зенитом Что с другими Там все Чувство вот такое Что да Мы это Мы можем Мы команда Команда Мы коллектив Есть химия Есть тренинг Вот это все Как говорится Вот это Очень Это наиважнейший момент Друзья Так что в целом Впечатления нормальные Такие вот Такие моменты Вроде отметил Все да дорогие друзья Ну ничего Вот за это мы любим футбол За такие вот 5-4 За такие вот игры Да За такие вот голы За такие метаморфозы Когда вот так Все это в одну в другую сторону Качается Так что Поздравляю всех С такой вот Необычной Интересной игрой С таким вот Этим голом Я такого не помню Забитый Пенальти Такой Может где-то ВПЛ только И в Бундеслиге И то не пропоминаю Вот как-то так Дорогие друзья Вот Такие у нас Матчи Такой у нас Даже не ТРПЛ Это кубок Да кубок Так сказать Вот такой Кубок интересный Интересный кубок Помните Какой раньше был кубок А сейчас просто Я с удовольствием Смотрю кубок Великолепно Просто такой Вот И такая у нас Подосновой Друзья Вот так Как-то так Ну что На этом все Еще раз Всех Спартаков С победой Нижнюю ногу С хорошим игрой Барсиков Хорошо играли Боролись Но в конце Серьезных не хватает Физику Видно Рыжий Такую там Рыжий физику Накачал И реализацию моментов Реализацию моментов Вот я видна Они может стояли Как Мэджик Джонсон Бросали по кольцу Или как Герт Мюллер В пустые ворота Пошла Пошла Реализация уже Пора Пора Уже Со времен Позднего Каррера Пиджаковщина И все эти Рианчи Солнышки И вот эти все Хорошие Ревитори Очкачатый Аферист 2.0 И Тедеско Мой любимый И вот сейчас При Рыжем Помните Все время Хромавая реализация Постоянно таким А все Пошла Может это уже Прорвало Тоже пора За 7-8 лет Чтобы пошла Реализация Пошла реализация Это самый важнейший момент Так что Впечатление хорошее Но тем не менее Конечно Матч в Екатеринбурге Жду с большим опасением И таких Радужных надежд И перспектив Думаю что Тяжеленная будет игра Во всех отношениях И как сложится Вообще Очень Невозможно предсказать Будет очень тяжело Спартаку Вот как-то так Дорогие друзья Всех люблю Обнимаю До новых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин